В этой теме мы поговорим о структуре кода JavaScript. Итак, откуда мы знаем, что нужно писать вот такие непонятные слова, такие команды? Как раз разработчики языка написали уже готовую какую-то библиотеку для JavaScript. И мы можем вызывать эти файлы. Также мы можем сами писать их. Поэтому мы изучаем как бы стандартные, то есть, например, метод alert написан не нами. Мы должны знать это и пользоваться. Есть справочники по языку, например, и каждая новая редакция может добавлять что-то новое. Вот поэтому это все вам нужно изучать. Далее, второй момент, неочевидный для некоторых новичков. Например, сколько строк кода мы можем писать? То есть, какого объема программа у нас может быть? На самом деле, это фактически неограниченный объем, сколько у нас хватит места и логичность этого кода. То есть, а нужен ли нам такой большой код? Потому что мы выполняем его, скажем, сейчас в браузере. То есть, если у нас будет прям кошмарно огромный код, то пользователь никогда не откроет браузер. Он будет грузить его там 10 минут, 20 и так далее. Но фактически мы можем фактически писать, сколько нам нужно, столько мы можем писать этот код. Вот. Это просто так для общего интереса. Дальше. Мы можем писать весь код в строчку. Например, далее мы напишем то же самое, но что-то там другое. Мы можем писать в строчку, но это неудобно читать. Поэтому программисты привыкли там каждую новую логическую строку переносить. Либо ограничивать примерно там 120 символов, которые влазят в экран, чтобы не было полосы прокрутки, чтобы мы не езали туда-сюда и другие разработчики, ища то, что вы написали. Вот. Дальше. Мы можем использовать точку с запятой, можем ее не использовать. Но какой минус? Например, что делает, скажем, компилятор JavaScript, вернее, интерпретатор? Он смотрит, что у нас заканчивается строка. У нас был, скажем, здесь символ переноса строки, и он ставит здесь сам за нас точку с запятой. Но иногда он может не разобраться. Давайте посмотрим. Например, вот у нас есть такой код. На самом деле здесь интерпретатор разберется. То есть он увидит, что у нас есть плюс. Значит, скорее всего, выражение не закончилось, и он увидит все это и выведет здесь число 6. Но дальше давайте посмотрим. Если мы выведем такой код, пока не вникайте, что это такое, вот, он тоже правильно отработает. Давайте посмотрим, как он отработает. Видим, что он вывел единицу. Нажимаем ОК. Дальше он вывел двоечку. Вот. Но что если мы напишем вверху alert? Вот так. Смотрим на нашу страницу, перезагружаем, видим, что сейчас будет ошибка. Нажимаем, и действительно ошибка. Браузер не понял, вернее, интерпретатор не понял, что у нас заканчивается здесь строка. Он видит дальше какие-то параметры и не понимает, как их прочитать. Для этого нам желательно указать точку с запятой. Поэтому, какой вывод мы можем сделать? Вывод в том, что чаще всего желательно делать точку с запятой самим. То есть, не полагаться на браузер, чтобы никогда не было ошибок. Дальше. Что мы можем делать? Мы можем комментировать наш код. Например, поставив два слэша, мы можем писать, что здесь, например, какой-то комментарий. И объяснять тот код, что мы написали, либо что хотим сказать. Код у нас в комментарии не выполняется. Поэтому не бойтесь писать комментарии. Они, скажем, очень пригодятся. Где мы можем писать комментарии? Мы можем писать над кодом. Мы можем писать сбоку от кода. Сразу хочется сказать, какой вариант лучше. Потому что многие просто не обращают на это внимания. На самом деле, лучший вариант над кодом. Почему? Потому что у вас может быть, скажем, какая-то там большая строка. И справа еще и комментарии. Вы объясняете что-то. И опять же появляются полосы прокрутки. И чтобы не было у вас, что одни комментарии справа, одни сверху. Чаще просто пишите комментарии сверху. И будет вам счастье. Дальше. Какие есть варианты комментариев? Этот комментарий, он однострочный. Вот. Есть второй вид комментариев, многострочный. Вот. То есть мы можем, допустим, закомментировать какую-то, во-первых, строку. То есть просто два слэша, и у нас эта строка просто не выполнится. Но она есть. Раскомментировав, мы выполним эту строку. Что позволяет делать многострочный комментарий. Он позволяет где-то указать начало комментариев. И вот этими символами. Вот. Мы укажем в конце, конец комментариев. То есть нам не нужно каждую строчку комментировать вот так. То есть, когда мы двойным слэшем это делали, мы комментировали только одну строчку. Конечно, современные, скажем, средоразработки помогают нам это все закомментировать быстрее, используя горячие клавиши, и также раскомментировать. Вот. Поэтому, если вы будете так комментировать, и у вас вдруг случайно или специально будут просто слэши, то это не страшно, потому что на это рассчитаны средоразработки, они все это обрабатывают. Также, что хочется сказать про комментарии, то, что они не поддерживают вложенные комментарии. То есть, если вы здесь поставите еще одни комментарии, то это как бы не очень хорошо, потому что это не поддерживается. Например, в языке программирования Swift от Apple поддерживаются встроенные комментарии. А здесь не поддерживаются, поэтому запомните это. В принципе, с базовой структурой кода мы познакомились. Также еще хотелось бы сказать, что, когда мы подключаем файлы, мы можем их подключать по пути к нашему диску, там, где у нас лежат на жестком диске наши файлики, а можем воспользоваться такой вещью, как CDN. То есть, сейчас я попробую объяснить. Например, CDN jQuery. То есть, есть какие-то сервера где-то, и на этих серверах хранится репозиторий кода. То есть, хранится кусок кода, который доступен, грубо говоря, 24 часа в сутки. Давайте посмотрим. Вот, и у нас доступна ссылка на этот CDN. Вот. Мы можем скопировать в нашу структуру и внутрь source поместить, вернее, вот так. Поместить вот эту ссылку. То есть, когда у нас интерпретатор сюда обращается, он переходит по этому пути, скачивает кусок кода, в данном случае библиотеку jQuery, встраивает в наш сайт, грубо говоря, и запускает. Вот просто еще один метод использования скриптов. Продолжение следует...